Продолжение следует... Швабра должна пролезать под мебель высотой 5 см. Она должна быть легкой и легко, чтобы ею было манипулировать, маневрировать. Также она должна убирать шерсть и пыль качественно, чтобы не было разводов на полу. Условия, в которых я буду испытывать свою швабру. В квартире поживает два взрослых человека и одна длинношерстная пушистая кошка. Полы не бывают запущенными настолько, чтобы образовывались засохшие трудно удаляемые пятна. Поэтому я их создала сама. В двух местах я намазала немножко варенья и дала ему высохнуть. Кошку нашу я вычесываю два раза в день, так что шерсти на полу немного. Предварительно не подметала. Последнее мытье пола было два дня тому назад. Полы у меня двух типов. Это плитка и ламинат. Абсолютно гладкий, без рельефов. Все светлое. Вот такой ламинат. Мусева. И вот такая плитка. Что оказалось на деле? Первое. Оказалось, что наличие ведра это обязательное условие. Так как тряпку пришлось выполаскивать очень часто, не набегаешься к раковине и шерсть может засорить слив. Швабра довольно длинная. При помывании под краном цепляется за окружающие стены и предметы. Фирменное ведро от Веледа, по отзывам, оказывается маленьким для этой швабры. Потому что швабра не помещается в нем полностью. Пришлось заказывать ведро у другого производителя. В итоге, мое ведро. 37,5 см его длина. 23,5 см ширина. И 18,5 см высота. Это я измеряла по самому широкому месту этого ведра. И не учитывала толщину стенок. То есть стенки у меня полсантиметра толщиной. Если отминусовать по сантиметру, получится длина полезного объема. Вот так эта швабра помещается в ведро. Полностью. И вполне достаточно места, чтобы ею манипулировать для отжима, для полоскания вверх-вниз. Испытаем отжим этой тряпки. Для отжима нужно приложить некоторые усилия. Ручка крутится туговато. Не до мозолей на руках, конечно, но все же. Качество отжима среднее. Тряпка остается довольно мокрой. Даже при максимальном отжиме. Соответственно, полы тоже влажные. Из этого логично следуют разводы, остающиеся на полу после высыхания пола. На обеих поверхностях. И на плитке, и на ламинате. После отжима, путем нажатия кнопки. Вот этой. Вот эта кнопка. Швабра с резким щелчком распрямляется. Брызги летят во все стороны. Долетают выше моих колен. Соответственно, если рядом стоит близко мебель, брызги будут на ней тоже. Теперь испытаем нашу тряпку на маневренность. Испытываем ее на ламинате. При испытании выяснилось, что швабра плотно прилегает к полу. Не переворачивается при движении. Но это как раз тот самый плюс, который оборачивается минусом. Швабру тяжеловато перемещать зигзагом. Нужно прилагать усилия. Легче всего ею выполнять поступательно-возвратные движения вперед-назад. Швабра тяжеловата. Она весит 840 грамм. Проникать в узкие и низкие места данная швабра не может. Из-за своих габаритов. Ширина ее подошвы 34,1 см на 12,5 см. Под мою мебель высотой чуть-чуть менее 5 см. Она тоже не пролезает. По моим измерениям, ей необходимо пространство высотой не менее 7 см. Ну, в принципе, это логично. Механизм отжима должен же где-то помещаться. Теперь испытаем нашу швабру, как она сможет справиться с трудным пятном от варенья на ламинате. Собственно, видно, что до конца швабра с пятном не справилась. Вот остались следы от варенья. Хотя основную часть пятна она, конечно, смыла. Но тут требуется уже дополнительное вмешательство. И на плитке. В принципе, результат такой же. Пятно смылось не до конца. Теперь испытаем швабру, как она справляется с шерстью и пылью. На ламинате. В принципе, справляется неплохо, но не идеально. Например, вот что она оставляет из пыли и шерсти на ламинате. Вот такие вот ошметки. На себя она это не собирает. Это необходимо каким-то образом убирать другим способом. Ну, тряпка, например, ручную. И на плитке. В принципе, картина та же самая. Вот они, видите, ошметки из шерсти и пыли. Кстати, швабра при движении издает щелчки. Я поняла так, что для этой модели это нормальное явление. А теперь бонусом я хочу попробовать собрать шерсть с ковра. Ковер у меня недлинношерстный. Ну, как бы от швабры не ожидается, что она тут хорошо себя проявит. Но все же испытаем. Как видим, швабра не справляется совсем. Она переворачивается. И вместо того, чтобы собирать, она оставляет вот такие вот куски прямо шерсти. Ну, что ж, нет так нет. Вот такая влажность остается на полу после максимального отжима тряпки. После высыхания, которая, кстати, длится ровно 5 минут, на полах остаются разводы. Вот такие разводы швабра оставляет на плитке после высыхания. К сожалению, камера не очень хорошо передает. Но все же, вот посмотрите. В хранении швабра тоже очень компактная. Вот она у меня стоит в уголочке. Занимает совсем немножко места. Тряпкой я не снимаю. Сушу прямо на швабре. Можно ее периодически снимать и стирать в машинке или руками, как хотите. Итак, мои выводы. Перед мытьем полов шваброй их все же лучше подмести. Сложные пятна удалять вручную. Сразу после мытья по плитке ходить нужно с осторожностью. Иначе можно подскользнуться. Она оставляет незначительные разводы на гладких поверхностях. К сожалению, на ламинате у меня снять не получилось. Разрешение камеры не позволяет это увидеть. Глазу заметно. Но не сильно. Пользоваться шваброй я, конечно, буду, учтя все вышеперечисленное. Главную задачу отжим. Для меня главную задачу она выполняет. Поставлю ей крепкую троечку. По отзывам моей подруги, которая точно такую же швабру использует уже года 4. У нее нет животных и полы не гладкие, а с рельефом. Разводов она не замечает. Перед мытьем полов метет их электровеником. При этих условиях шваброй она очень довольна. Итак, от меня крепкая троечка. Редактор субтитров А.Семкин